Ну что же, всем еще раз здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Рухаб, с вами Мила и Инмейт, и вторая Б3 серия сегодняшнего дня, Team Unique против Fantastic Five. Здарова, здарова. Привет, Мить, как твои дела? Отдохнул? Мои дела отлично, ну, посидел, почекал старые игры, команд, позанимался своими делами, так что в целом, да, можно назвать это отдыхом. Тогда давай немножко поработаем, а будем мы работать на пиках и банах, которые вы уже видите на своем экране, и начнем мы с обсуждения коэффициентов на эту серию, 1.37 у нас, кстати, на самом деле интересно, 1.37 на Team Unique, они предыдущую серию выиграли со счетом 2-0, я бы сказала, первая карта максимально уверенная, но вот во второй пришлось побороться, и несмотря на большую разницу, там уже и по Нетворсам, они смогли все-таки довести начатое дело до конца. Вот такая вот ситуация. Ну и Fantastic Five у нас. Пики-баны, Рубик из Раптора, Луна против Минайта, Свена, Шадоу Демона и Марса. Хорошие драфт и так подъехали у нас, в том плане, что наконец-то вытащили Омника, которого я ожидал всю прошлую серию, вытащили Свена, да, то есть не парились прямо в первой стадии. Причем у них был закрывающий первой стадии, то есть они брали в виде двух саппортах, больше никого, их все устроило. Дальше Луна, Шадоу Марс, вот тебе комбо с килл-потенциалом, который всю игру будет работать, вот тебе, типа, анти-Луна, вот тебе ответочка, кстати, на потенциальную. Но не то, чтобы потенциальный, не ему, который ответочек, то есть заранее получилось немножко под контрель, потому что теперь без БКБ ты просто обязан кидать все в шадоу Демона, иначе он просто прячет либо тиммейти, либо тебя. И надо им что-то придумывать с тем, что может появиться герой, да, в центральной, по идее, линии, который будет иметь какой-то контроль БКБ. Ну, так в целом, герой хороший, а что? Ну, то есть по кайфам от нашего парняра, опять же, GGB, мы видим, что 1.36 на Unique и 2.99 на Fantastic Five, то есть фаворитом является Team Unique после этой серии. По драфту пока, чей драфт тебя больше импонирует, или дождемся, наверное, все-таки? Пока дождемся, но, типа, в целом, то есть это лучше, чем то, что ты показываешь в любом случае, потому что появился герой, который может переворачивать игру, да, то есть мы вот ждали этого всю прошлую серию, что появится хоть какой-то персонаж, который вот в случае какого-то ЧП сможет прийти и сказать, типа, здорово, ребята, ку-ку, и хоть как-то повлиять на драку так существенно. Здесь это будет Enigma, это довольно прикольно. И не появился герой с контролем БКБ, то есть теперь Enigma — это ультимативное оружие. В какой-то момент времени, да, в глубокий лейд, если мы там выходим, ты представляешь, да, вот это вот шар, ты гоним, Enigma, БКБ, вот это все прочее, которые вы гарантированно убивать тех героев, то есть надо просто дожить. Да просто как они будут доживать, сейчас мы на него получим ответ, потому что у них опять же закрывающие, и они этого Ember сейчас будут, по идее, каким-то героям перекрывать, который позволит им выиграть эти самые секунды необходимые, там, минуты, часы, сколько им надо, пока они его не выформят. Ну, а Юники на таймере будут пытаться заканчивать игру пораньше. Земелья, интересно решение. В Мидже Земелья получается. Это, получается, что они, это не Земелья, да, по идее? Подожди, подожди, подожди. Эти ребята смогли меня немного удивить? Ну, если... Нет, почему? Нет, Земелья, да, да, все правильно, потому что, в любом случае, я про то, что смогли удивить тем, что у нас пришли и просто взяли вот так вот, показали, что не боимся и берем на Лас-Пик Земелья. Ну, действительно, интересный драфт получился, решили поиграть реально в свою игру, плюс взяли очень активного мидера, мобильного достаточно, мы посмотрим, как они его рисуют. Да, ну, теперь по драфту определенно мне больше нравится 167, потому что, ну, Земелья, вот тот парень, который реально много времени может выиграть, потому что быстро шестое, начинается вот это вот крушение карты, то есть поехал туда, телепорт сюда, напал здесь. Здесь очень много урона без вещей, то есть просто от левела, и в сравнении он просто его получает, потому что вряд ли его Эмбер Спирит сможет как-то загонять, убить так, чтобы, там, я не знаю, там 05 он с линии вышел. Поэтому посмотрим, что у них получится, то есть главное теперь вы фармите Энигму и закончите игру в свою пользу. А Юники, опять же, должны выиграть игру до того, как Энигму дофармит. Звучит не очень сложно, что для одних, что для вторых, то есть игра довольно ясная и понятная, а что у них получится или не получится, ну, сейчас узнаем. Будем смотреть. Ну, кстати, для, пока у нас грузятся игроки, недавно буквально в Лизе получил бан на Твич, вот такая вот вам информация, при том же не первый бан. Приготовьтесь к битве. Интересно, с чем связано, надо будет дальше посмотреть. Так, и в Смоках Юник отправляются. Пик Юник выглядит вполне неплохо, у них есть чем инициировать, есть и магический урон, и физический урон. Сами понимаете, у Свена его предостаточно. Плюс они готовятся подниматься на хайграунд, а Шеду Демон идет вперед, видит сейчас Рубика, прячет его в Астрал, естественно, Копье, ну, неважно Стан от Свена, ну, и очевидно, что Джеймса уже не отпускают, и что максимально приятно, Эмбер Спирит забирает этот фраг, то есть это значит, что там опять же появится чуть быстрее Боттл, ну, и мелочи приятны. Тем более для мидера. Для мидера, наверное, это самое крутое из возможного. Сейчас, если еще вард в миде, сразу снять. Так, а кто-то у нас Бигнон видит дальше Дезраптора, его опять прячет в Астрал, Станчик, и тут уже можно и Свену, в принципе, отдать. Так и происходит. Очень хороший старт. Конечно, они сейчас в этом плане максимально здорово сыграли, то есть забрали одного, подсейвили руну, забрали второго, и два фрага достается именно Кором. Сказалось бы, да? Ну, то есть это мало, так они, посмотри, они еще и третью руну забрали, что тоже очень здорово. Конечно, старт идеальный, я бы сказала. Да, с таким стартом тут уже реально можно идти играть и выигрывать, потому что, ну, этот самый старт позволяет сейчас им попробовать задоминировать линии, повторить то, что мы сегодня видели в самой первой карте. Да, против пожаров. Да, да, то есть ты вот тут пришли, вот у тебя сидит один при деньгах, второй при деньгах, то есть покупает золотые, покупает реген, доминирует линию, и дальше уже, типа, съешь более-менее комфортно себя чувствуешь. То есть быстро работал, для сегодня там усолен, там, там, запланировал второй брейсер, да, запчасти к нему уже летят, то есть посмотри на него. 340 хп на первом уровне, сейчас еще приедет 60 хп, даже больше. Сейчас еще 100 хп приедет, нему, то есть 140, будет здоровье. Слушай, интересно такое решение, даже без топорика, Сван, изначально, то есть он просто пришел с брейсерочком, и вот второй брейсер планируется. Да, планирует, потому что он принялся сейчас 5 силы, 5 для него это 100 хп, это 5 урона, и, возможно, в связи с этим ему не очень нужен топорик, ну, потому что какая разница, бьешь ты с топорик, он у нас плюс 12, или ты просто купил вот с этих денег 12 себе урона в других каких-то вещах, на данном случае он получил в чат 8 с брейсера и 5 других статов, то есть у него плюс 13, ну, считай, как будто бы топорик есть. Возможно, можно было бы иметь и то, и то, лишним не будет, но все равно звучит довольно хайпово и прикольно. По крипам, ну, омник справляется с тем, чтобы отгонять Рубика, Энигма второй уровень взяла, ну, Свену третье место по крипам, немножко помним про Энигму, которая будет постоянно кушать крипов, в этом плане Свену, конечно, нужно на линии поаккуратнее стараться добивать каждого крипочка, но все-таки интересное решение с топориком, я не обращала внимания, может, уже такое на Свене часто практикуется, но, как-то, в любом случае, то, что он плотный, конечно, это замечательно, пробить его и правда будет очень сложно. Посмотрим, что в миде, Распирит 8.1 и Эмперспирит 12.3, то есть пока доминация за Эфеном. Ну, и на верхней линии у нас Луна и Дисраптор против Марса и Шадоу Демона. Луна 12 крипов, Марс 11, то есть оба, в принципе, формят достаточно неплохо, то есть и один, и второй никто друг другу сильно не мешает. Да, во-все, на него, что вот у него, там, он милишник, его саппорт милишник, в 2 мили, вот они бегают, и... Ну, ты не можешь, грубо говоря, в 2 мили против Энджей после Эталона и нормальный крепаться, поэтому у него много динаев, но по Крепса тут, конечно, проседает, то есть 17-4 Луна и 87 СВен. 10 динаев у него, видите, там отрабатывает свою зарплату. Да, старается по максимуму, то есть это и понятное дело, что он там еще эталонов динает, но все равно я вижу, что уже даже на том этапе, который я показывала, мы видели, что он заденайл ее большое количество и простых крипов, вес эталонов, ну, по плане того, не просто кушая. Да, поэтому СВен немножко по Икспе может проседать относительно Луны, и потом, может быть, нечестно, но в дальнейшем нападение пошло на Рубеса, но с первого точка, без ничего, без подхила, у них просто не хватает урон на Прохорасе, они видят, что у Нигмы регена хорошего не осталось, засаливания нет, Рубес пустой по регену, поэтому, возможно, это краски пробития в дальнейшем позволит либо Рубеса отогнать, либо даже убить. Так и есть, да, без хила абсолютно. Сверху у нас на Луну нападение спрятали ее, припоздили и многородно получал, но добить нечем. Дрим уходит. Пока уходит. Слушай, интересно, что скиллпойнт не качает СВен никакие... Сейчас потратили и нападение пошло на Рубеса, и вот, да, доели, то самое. Да, прокачал он в итоге Варкраева, единичку, но вот смотри, я хотела спросить тебя по поводу Клива, да, то есть он... у него два скиллпойнта, у него есть возможность сразу прокачать либо Клив в двоечку, либо там Стан, например, тот же самый, не знаю, в зависимости от ситуации обычно качаются, потому что, мне кажется, Клив можно было даже прокачать пораньше, на что линия... Ну, видишь, линия допустится, что инигма крипа кушает, это понятное дело, но видишь, типа, возможно, не хочет там как-то пробивать, чтобы после него проще динайл, это уж так-то, таргетно. У него сейчас 90 урона, и он просто может попробовать добить Крипа, а если он будет клевать, то инигма там, где здесь подъезд, там подъезд. А так он плюсики просто оставляет на будущее, чтобы вот случиться ситуация, где он на 5-е, что уровень, там еще на стаке что-нибудь, вкачает и пойдет лес. Пока бегает так, курьера потерял, он там принес и допокупает часть ИПТХи. У нас наступает ночь, и просыпается Амберспирит шестого уровня. Шестой уровень позволяет ФНУ, то есть он раньше уровня получил, как-то может поагрессировать, и если будет нападение, возможно даже переместиться куда-то на топ, благо сейчас Луну убивать вообще нет никаких проблем. Но Дисраптор теперь отрабатывает свою зарплату, почему я хотела предложить, это здесь был какой-то определенный вижен, сейчас проверяет в стаке, заблочил Эншентов первая, пока это пойму. Это грамотно, да, потому что ШД уже идет сюда, и мог бы увидеть это дело, но он пришел поздно, он понимает, что кто-то пошел, но видишь, не нашел, Сентрия приезжает к нему, возможно, будет бегнуть сейчас. Динайд, но может не угадать, он не угадал, он думал, что он не прочекал Эншентов. Сейчас он будет стакать, эти стакнутся, а вторые нет. А это и его деньги, это и его их спа, причем он, возможно, будет, не сразу поймешь, что не стакнусь, потому что Вард, возможно, будет думать, что там плохие, но поздно, крепы за себя, там заблочили за стакали, ну, что возможно, дело не Вардя, а в том, что он не так нажал, что-то. Да, я вижу, что я зал 5, вот они за 30 клифф, и видим, почему он готовится отсюда с этой линии, уходить, оставлять омнику, иксфу, и, ну, либо душить, иди, сейчас пытаться, именно, почку забирать, потому что с ним друг, в инвизе, это, сейчас можно будет сыграть, когда они пытаются напасть, приходят сюда, ФН, есть молоточек, но урона не хватает, и выкатывается из земля, 6-го, но с пистолетом, то есть с ультимейтом, доели, конечно, влюзивно, но Свен здесь уже точно не выживает, и, возможно, ФН на это время, все тоже зря въехал, очень много урона получит, физического, именно, и, да, вынужден будет отступать, Рубико не доев. Да, неудачно получилось, в итоге, Свен, такой себе размен, конечно, то, что ФН взял праздник, сейчас смотри на падение, во вторное, да, из-за того, что на нем, когда играть, быстро слишком, спадает контроль, и он успевает доесть с Турбеном, ну, уже приятно, по крайней мере, 1 в 2, размена, перетянули, и будут дальше драться, нет, телепорт, нет, маны, никуда отсюда не идет, поэтому просто будет пытаться нападать, но, опять же, земель здесь, это просто контролирует, и, врага нового не случится, на экстремене, на фантастик файв, перемещение, аюников, могли подъездить, здесь, марс, пятого уровня, луна у нас шестой, луна отбрасывает, луна нет эклипса, петушара вроде бы отсюда уходит, манует из раптора нет, но у него имеется мангус, но он уже, в принципе, выдал все по максимуму, что мог выдать, и, дорогие зрители, сейчас на экране вы видите, страховку вашей ставки, по этому коду, на сайте RGBED, вы можете застраховать свою ставку, так что пользуйтесь, переходите на сайт, кликнуть, можно по баннеру, под трансляцией, вот такая вот ситуация. Да, и как же Фену повезло, он делал стак, под 8 минуту, ну, то есть, сделал стак, отошел, и там реген, и вот он сейчас будет на фулах, плюс зафармил, плюс нейтралка, ее, кстати, потом надо будет, наверное, Сфену отдать, для него это лучший слот, но он уже сам планирует покупать МО, и вот, смотри, выбери нейтралку, который дает тебе лайфлич, и он передумал, сразу брать себе МОМ, а и поставил сабельку. Ну, вообще, вот это, конечно, и маску модель, но это для него, это МБА, то есть 7 атрибута, и 1140 хп, и стоил лайфлич, клеваться вообще шикарно, плюс лопата копает, еще 6 голды себе нашел, хотя на самом деле, на данном моменте, секунду у нас по нападению пошло на РБС, ну, Рубика, заберут, и это еще один фраг для Фэна, Фэна очень много делает по карте, очень много перемещений с ним, мы видим, что 6-1, первый нетворс, 4-0-1 у него статистика, есть и старт, вы помните, ферсблат ему достался, и вот, конечно, разница с луной, которая находится на тоже на абсурдном фрифарме, уже в 800 золота, ну, 700 золота. Да, почему смотри на секунду буквально, Бигдум здесь раздевардил, в противнику заблочили спот, поставили вижен на их треугольник, заформили их стаки, которые там делались. Это, конечно, очень сильно, хотя преимущество не такое фатальное, то есть на 10-й минуте это всего 1000 по золоту, но мы понимаем, что с таким стартом Эмбер может очень много перемещаться, и, допустим, сейчас идет нападение на Энигму, Энигма на полхп проседает, еще опять же подхилл, и еще тычечка, вот фана, мега-хилл. Сверху арена. Арена, сюда делается телепорт, Дезраптор, Глимс, забирают Марса, очень покоцанный, Эрспирит и Дезраптор, но Шадоу Демн уже вряд ли что-то сможет сделать. Хочет 4 стака, и вот практически получила забрать Эрспирит. Отлично, справились, да, но по итогу Энигмы на Марсе, то есть размен оффлейнера на оффлейнера, всех все устраивает, но тут важно понимать, да, что Свен максимально хорошо будет фармить стаки, особенно с Сабелькой, и ему не будет что фармить, а вот у Луны небольшие проблемы с тем, что ее спот не раздеварджен, и ей стаки дополнительно сейчас не делаются нигде. Пятого уровня Рубик, его цепляет Эмбер Спирит, рядом находится Омник, Бим от Луны, Луна у нас без Эклипса, перемещение от Дезраптора, Дезраптору буквально Крипа не хватает до шестого уровня, опять же Рубик уходит просто на 50 хп, вон книжечка прилетела, ну и судя по всему не получится никого забрать, хотя идет нападение на Эмбера, Эмбер уходит на Ремнант, в принципе, опять же перетягивают огромное количество героев, просто 5 героев на данный момент находятся в миде, пытаясь как-то отдеваться, а Свен при этом всем даже не участвует и спокойно фармит аншентов и свои слоты, и мы понимаем, что это, конечно, очень хорошо будет сказываться на его нетворце, потому что Луна времени очень много потеряет. Причем, и Петушара тоже никуда не уходил со своей линии на Марсе, просто продолжает фармить, ему по идее Худ должен будет лететь, и следующим слотом будет сразу делать Дегерок. Луна, в отличие от Свена, не брезгуют собрать себе Мом даже при наличии маски, маска, конечно, стала намного хуже, потому что лайстил изменен был вот в последнем патче, 7% от урона. Процент, да, то есть ты мог много регениться, особенно когда много урона, сейчас просто 7 стычки, но для Свена, как видишь, достаточно, то есть он не проседает, опять же, брейсерки реген дают, ловела и так далее, реген дают, у него сейчас 11,5 регена, и он реально комфортно себя чувствует на 2000 хп. Наличие сабли, то есть он очень плотный, плюс, не будем забывать, что у Свена по карте бегает Рубик, который, если что, готов его подхилить, так что у Свена не Рубик Омник, это, да? Ой, о господи, Омник, прошу прощения, смотрю уже... Не, Рубас тоже может подхилить, но тут надо, чтобы кое-что перед этим случилось, да. Но это на самом деле тоже опция, потому что ворованный Гай или ворованный Хэвенли Грейс могут сильно на драг повлиять. Это даже ворованный арену, в конце концов, для Рубика, по идее, фри игра, да, если у него все получится нажать. И коэффициент от нашего партнера Гагабет на карту 1.21 на Team Unique, 4.11 на Fantastic Five. Вот такая вот у нас ситуация, то есть Team Unique по всем параметрам. Хотя на самом деле они пока ведут, не сказать, что какую-то запредельную сумму, но по всем моментам, наверное, которые мы все уже отмечали, видно, что доминация идет в их пользу. Да, и стандартная проблема, что если Unique собирает БКБ, вот мы сегодня две карты такие уже смотрели, ты играешь, опять у тебя кэри на легкой линии, Сэмми неплохой кэри, но в центральной линии, да, что-то парень, умеющий физически делать на сложной линии, вот сейчас на Enigma нападают снизу, бэхол, думаю, давай тоже не стоит, будет просто погибать. Ну вот, потому что у тебя опять ситуация, в которой у тебя много героев и считаешь, что это могут сделать. А у противника, ну что, Enigma, это не боец Сурки-Земелья, ну, наверное, в целом тоже не особо боец Сурки. Пошла на атаку на Свена, но они должны быть играть. Свена втроем нападает, только хотел сказать, что Свен, скорее всего, далековато зашел, абсолютно такая же ситуация была с Enigma, но все-таки здесь неравноценный размер, потому что Enigma среди всех коров находится на последнем месте, а вот у Свена все достаточно неплохо. То в целом, да, неплохо. Ну, так вот, и у тебя из того, что 3, ну, там, суммарно, полтора Ember, полтора Mars, два кор-героя против одного, и при этом у тебя есть шеду демона. Задача Unica в какое-то время просто нажать клавишу в луну и просто ее убить. Если она погибает, у тебя нет урона. Это вот важно помнить и понимать, что если есть БКБ, тебе надо, непонятно таким образом, но обязательно засейвить луну. Если они этого не делают, если они луну не сейвят, то они драг проигрывают. А в ответочку, если ты можешь потерять С Свена, но выиграть за счет Эмбера. Может быть, Эмбер выиграет за счет С Свена. Поэтому сложновато, возможно, будет фантастиком играть и нужно понимать, да, когда этот блокхолл давать, в кого его давать. Я вижу, что Близзи не очень жадно играет, купил лагерь уже. В следующем случае он прям сразу будет делать БКБ-ху. Если очень быстро хочет выйти вот в несбиваемый блокхол и от него катать. Но вот пока его нет, еще минуты 3-4 я бы точно давал Unica на свободную игру, и ничего угодно могут делать. И вот посмотрим, удастся ли у них кого-то еще найти, что-то еще забрать, пока вот они опять заберут вражеский лес и Эмбер забирает стаки. Конечно, в принципе, они могли бы, я про Фантастик 5. Дело в том, что у них реально хорошие ультимейты. И с нападением, словно, пусть и без БКБ, пока у них есть шансы как-то неплохо для себя подраться. Потому что они понимают, что, скорее всего, оппонент тоже неплохо фармит. У Луны, конечно, дела просто замечательные. Она кампбэкнула. Ну, она и не проседала в целом. Я про то, что стаки как-то не особо повлияли на то, что ее скорость фарма стала меньше. Мы видим, что 8500, 8000 у Свена. Это несмотря на то, что в целом доминация на данный момент за темненник. Но она, опять же, хочу отметить, не такая критичная, глобальная, как, наверное, бы хотелось темненник. У Марса имеется блинг. Можно спокойно прыгнуть на того же самого Рубика и быстро его забрать. Возможно, даже будет какой-то смог, так как у Шадоу Демона он имеется. И реализовать блинг как-то, в принципе, можно. Поставили вижен, вот готовятся. В миде прям-таки просится какой-то экшен. Здесь стоит Энигма. Арена. Землю подцепили. Будет ли Энигма пытаться запрыгивать? И Блэк Холл по троим героям, но Омник не попал. Шикарнейший Блэк Холл. Омни Найт под сейв. Ну, Марс погибает. Что-то Демон также отправляется в таверну. Эклипс. Свен дает молоток и пытается сам отойти. Омника не должны отпускать. Идеальный Блэк Холл от Энигмы, который, в принципе, помог выиграть этот замес. И если еще Свена убьют... Да, она пошла поеда Свена, но поэтому два Вайбека поехали, чтобы его спасти, прячут. Но пришлось потратить Вайбек. Только вот проблема получится ли у Свена уйти на развороте. Маландрац хочет. Потропает ультимейт. Луна дерется до конца. Еще, в принципе, можно потрубить Мом и попробовать подраться с этим Свеном. Так и получается сделать. Ампер вносит колоссальное количество дэмэджа. Но этого дэмэджа не хватает. Просто посмотри на ХП Рубика, Луны, Энигма, Прокоса. Сейчас Марс прилетит, может прыгнуть, найдет, но он не совсем понимает, куда именно надо прыгнуть. Хочется именно на Луну. Вот сейчас, смотри, прыжок. Находим. И не прибиваем. К сожалению. Паймпер еще ультимейт есть, тоже пытается доехать. Цепляет, да, ну ладно. Таким акром, наверное, с Умар Луну то не докушают. Но Драк пока точно не в их пользу. Там еще земель, с кучей уже тоже сотов. Реально собрал сабельку, купил себе Агаракс. И тоже лупит с руки там уже довольно неприятно по всем этим героям. Добивают все-таки Эммер Спирита. Это очень важно, потому что огромный стрик сбивают Фену. Теперь можно переключаться и что-то придумывать против Марса, но у Марса рядом тиммейт, который готов за него вписаться. И тиммейт, и арена откуда у него но драка я даже потеряюсь. Суммарно сколько-насколько погибло. Два Байбека точно не в плюс пойдут в Веником по количеству денег. Опять же, то есть после этого ШД умер. Погибло два героя со стороны изначально Фантастик 5. это Эр Спирит и Луна, а со стороны Тиммейт там погибло просто... Все ШД сверху, по идее, так это работает. То есть 6 на 2. Неплохо, неплохо, но вот тебе Блэк Холл, да, и после даже Блэк Холла смогли подраться. И это БКБшки не было. То есть в следующий раз будет БКБшка и должны понимать теперь Леники. Должны были сразу понимать, они же видели Даггер, Энегма его светила 10 тысяч раз, и нужно было просто не стоять все вместе. Она пока там не засасывает за счет Шарда к себе внутрь. То есть можно было просто чуть-чуть, знаешь, так это расстрелять оточении идти. Но вот это нападение на Земель и на руне. Ой, как и маугнется, я думаю, еще по деньгам. Луна БКБ, Энегма скоро купит. Земель, по идее, скоро купит. То есть они тоже такие, знаешь, не любители получать физический урон. Ну и вообще, знаешь, обычно, когда там Марс поставил арену, ты себя в ней, это твой Марс, твоя арена, ты спокойно себя в ней чувствуешь, а тут Энегма все планы разрушила. Как раз вот только я об этом говорила, что даже если у тебя нету БКБ, то в принципе на Энегме можешь подловить момент и дать какой-то хороший Блэк Холл. И вот Близзи реально его и выдал. Шикарно. Приятно смотреться. Плату отрабатывает, да. Ну что, жжем-то это 25-й левел Марса, чтобы ставить арену реген тиммейтов на 180 хп. В секунду. Мне кажется, вот это хороший ответ, но это 25-й уровень, это очень не скоро. Да, об этом еще пока Марс может только мечтать. Ну кто знает. От Нейс Фэна нападение, он там очень далеко забежал, Каштарина ставится на БКБхе, ультимейты, и мне кажется, Шар понимает, что здесь он, наверное, зря вписался в этот движ, в итоге обилки потрачены и еще два фрага в пользу Фантастик Файв. Притом фраги, опять же, на Кор-героях, то есть забрали и Фэна, у которого, вы помните, какой шикарный был старт, это забрали Марса и Арена была потрачена, и это значит, что у вышки в миде могут возникнуть проблемы. Дезраптор также потратил статик, Рубик, ничего особенного, у Эрспирита все есть, Луна потратила эклипс, да, это тавор в миде, притом драться пока не готовы. У Свена, конечно, партефактом все здорово, но нужно дождаться Блокимбара, потому что без ПКБ... Не встать в Блокхолл, и на самом деле, ему еще надо хотя бы базовый клип купить, типа лайтовый, дешевенький. И без этого дела у него может просто не хватить урона, чтобы всех убить. Представим же героину не совсем легкий, 12 армора у Луны, у земелья просто много ХП за счет того, что он тупо силовые слоты покупает. Ну что же, и коэффициенты от нашего партнера ГГБ, это 1.46 и 2.29, если я не ошибаюсь, на Фантастик 5. Опять же, пока фаворитами является Team Unique, но вот этот, конечно, Блоколл все равно серьезно повлиял на ситуацию. Да, я думаю, они с ним познакомятся вот примерно сейчас, потому что было бы КБ готово и Нигму, Блоколл тоже есть, и могут Фантастике идти сами пытаться навязывать файт. Потому что, опять же, вот вырывается условно Нигму, даже по двоим, ты вообще ничего не можешь сделать. И смотря, что ее находят, а БКБ еще не пролетело, поэтому это, наверное, лучший таймер, который это могло случиться. Довольно дешево, забрали Нигму, и у них есть 40 секунд, чтобы что-то еще поделать. спушить вышку в миде, не знаю, подтолкнуть другие линии, чем занимается сейчас ФН. ФН выход в Блоким Бар также неприятно наловить статик, и тут вообще магического урона в принципе хватает. Нас подцепили Луну, но она спокойно прожимает БКБ и уходит фармить свою тройку. Да, а ведь были варианты у ребят из Юник, вместо Эмберспирид взять любого героя с контрольных БКБ. Я, честно говоря, думала, что, вообще, не знаю почему, мне показалось, что они подумают про какого-то Бума в целом, то есть, у тебя уже против Эмберспирид, и так, в миде у нас начинается замес, Эмберспирид получает стан, у Марса проблема, у Марса пулдауния арена, но здесь неплохо зонят, и Блэкхолл по двоим, по Эберу, но Омни Найт, Гвардиан Энджелс, и Статик Шторм ставится, БКБ на Свене, и Свен просто рубится своей саблевой, посмотрите, какой же колоссальный дэмэдж выдает Свен, это минус 3, и практически именно он выдал тот самый урон, Эмберспирид вкатывается, и уже никуда отсюда не уйдет, это минус 3, он теперь зарабатывает огромное количество золота, Блэкхолл был потрачен, Эклипс был потрачен, они даже честно говоря про Рошана могли бы подумать, но вообще у Свена, нет, у Свена ГД заканчивается, я думаю, слишком долго там просто сидят, то есть просто невыгодно, у них есть понимание, что минуту 40, ну там, 140 секунд они еще, то есть 2,20 они могут бегать и не париться, купать там, что они хотят и так далее, и потом последующий ультимейт зайти на Рошана и успеть его забрать до Блэкхолла, либо подраться за Рошана, когда против них что-то будет, ну то есть там навязать нужный им файт и выиграть его, потому что Свена с третьим ультимейтом это уже 200% бонусного урона, вот опять же купил Даггерок, я надеюсь, что следующий суток прям не парясь будет делать себе именно Крит, потому что вот если повезет, то реально можешь за удар убить одного-двух героев, и это очень тяжело в драке прочитать, вот ты стоишь там на земле где-то в файте, и вот у тебя сейчас бьет Силен, ты такой, ага, у меня ударил там на 200 раз, ударил на 202, я еще 4 тычки выдержу, а когда у тебя есть Крит, вот эта тычка раз-два, она может тебя уже убить, и ты не можешь это конорит, то есть ты не знаешь, вылетит сейчас не вылетит, и рассчитывай, что карточка будет Крит, тоже плохо, согласна, Даггерок здесь, ну я, я просто надеюсь, что он именно следующий суток купит данный предмет, но у него могут быть другие китае, и там возможно сразу блинк будет градирует, или еще что-то делать, Даггерок реально смотрится, только что нужно, в миде нападение на Распилита, и его стирают, это ГДС был использован, это на Рошана, нужно выходить 100%, потому что забрали мидера, и доминейтинг, опять же фраг достается Свену, но он, кстати, не согласен, ни с тобой, ни со мной, ни со одним, ни со вторым, вариантом допроса делается Таня, но хочет быть еще плотнее, опять же у него все бустит от силы, то есть топор это всегда хорошо, Климор просто урон, то есть, возможно, если тебя не завкусили за контроль, у тебя пока бы это тяжело сделать, потом просто с любого дара схидится, и обычно есть от кого, так что идея норм, ну и конечно под ГДСом, под Хэнли Грейсом, у него что-то прямо, но очень много ХП, очень много урона, то есть, когда ты бьешь типа 170 плюс 480 на такой минуте, я сам представляю, кто даже там вот без крита может нормально это впитывать, и Зраптор с два удара умрет. И самое неприятное в этой ситуации в том, что Дезраптора абсолютно нет каких-то защитных артефактов, он сейчас пытается собрать себе Глиммер, Глиммер у него будет, у Рубика вот в этом плане он решил более нагло сыграть первым артефактом собирает себе Аганим, если Аганим вещь реально хорошая, но мне кажется здесь нужно было думать про Форстафы, Гасты, Айоны и там подобное, даже пусть Айон подпиксили, это все равно не отменяет. Недорого это все очень дорого, и потом опять же Свен просто скажет тебе на 20, он уже может сказать что я покупаю шарт, и как бы ничего это не работает, он просто влетает с молотка, как бы здорово. Шарт это такая вещь, просто один из лучших вариантов что-то сделать Свену, это пытаться его как-то раскатить в БКБ, там тоже самый сатаник, но кстати, кстати криты, купил красава, он купил криты, просто просто устарожен, то есть кристаллисты достаточно, потому что опять же у тебя есть просто прок шанс, неплохой из процентов, опять же сабелькой, то есть с которым ты просто разрываешь кабинеты, Луна тоже купил уже свой фулл сетап, где у тебя доедался шарт, но опять же вот ее главпроблема, что она не хочет драться в милья, противник будет тебя заставлять, вот что-то делать, это вот делает, и там пока бы жми, не жми, то есть ты очень медленный, не был бы здесь СВ, но он бы мог очень быстро объяснить, и если сегодня есть и Марс, который тоже в мире, который тоже может объяснить, и нужно просто бежать, как бы богово было потрачено просто так. Очень обидно, что не смогли даже добить дезераптора, там не хватило, не знаю, 5 хп, дезераптор успел себе спрятать, вот прошу прощения, шеду демон, успел себя спрятать, а дезераптор потратил статик, и конечно, теперь все карты имеются на руках у Team Unique, они знают, что дезераптор в кулдауне, не знают, что у него статика нет, достаточно большое количество времени, и Марс, в принципе, может прыгать, ничего не боясь, БКБ имеется и у Марса, и у Эмбера, и имеется у них еще и Аегис, то есть, прям, дерись не хочу. А Энигма делает себе рефрешер потихоньку, должна понимать, да, тоже, что сейчас есть Аегис, то есть, это Блокхолгер, и просто там один прячется, второй с Аегисом, ты его не зафокусируешь, второй раз без Блокхолла, и, конечно, на музыка просто поджимают эту вышку, и дефать ее, похоже, что Фандес Хайф не собираются, бегает, фармит лес, луна бегает, фармит лес, Энигма, и вышка пала, можно забирать аванпост, причем мы сейчас, смотри, очень приятный аванпост, если ты его берешь, там просто этот подарок в виде варды еще достанется тому, кто его заберет. Смотри, оп, и у тебя трусать появляется. Та-дам, подарочек, Алла Бигнам. Вуаля, 200 галды, как тебе? Такой аванпост, мне нравится. Очень приятный аванпост. Я в то, что у тебя же рисуется кружочек вокруг аванпост, а поставьте варту в него. Довольно странно. Может, я рассчитывал, что они так быстро потерять, не знаю, чем-то с... Наверное, то есть в артной стороне очень много информации давала, и что у нас, перетяжка, знает, что вард на горе, надо его потечь, чем-то сломать, посвятить, а есть чем посвятить у них. Шедая польза, наверное, может. Потому что 1.000-ка они туда уже дали, да, вот. И смог, выходит Эмберс перед как раз с Аегисом, и никого не будет цеплять, потому что вышли у нас ночь, Рубик поднимает его, Бим, кстати, Пуха, получилось снять еще, Бим, очень больно. Да, если ты не смотрел, у нас Дезераптор плюс Эниггма, дезераптор касткует, а они пытаются просто забежать, но я думаю, у нее это получится, я видимо, будет драка. Марс, арена, Эклипс от Луны пошел, очень больно, Дезераптора уже забрали, ну и тут ворованный у нас ультимейт от Рубика поднимают его в ветра, шеду демон, пытаются фокусить Эмбера, но, разумеется, здесь заберут Рубика и Луна уже понимая, что маловероятно, что сложно тут что-то будет сделать, просто ушла с помощью телепорта. Потеряли двух саппортов. А у нас сделал под Готэп Аут, и теперь Нига нет, ни Рубика, ни Дезераптора, еле выжил вблизи, Нига, и надо ему где-то еще денег найти, и вот для рефреша осталось, сколько получается, 1600, 3300, 2000 голды можно найти, чтобы как-то утром крепко подраться, что он надо, за ДПС это может, если у нее будет два блэхола по 4 секунды, это 80 секунд, это может просто бить. В ГДС в кулдауне, в принципе, на хэнк граунд пока рановато заходить, учитывая тот момент с блэхоллом, Лиззи еще может выдать даже одного, блэхола может быть предостаточным, у Эмбера уже нет Аеги, и преимущество, оно само по себе, опять же, не какое-то сумасшедшее, то есть до сих пор Свен с Луной идут приблизительно равных нитворцев. Ждем пока он на кого-то убьет, у меня что же когда могут прокнуть, то есть там вот эти самые по 600, по 700, по 700, она уже даже лупит, со Сливером, с хорошим уроном, стоит, нормально наваливает, Майнбрекер упал, вот, весь плохо, да, у них опять же четыре героя, кроме Луны, и реально никому не хочется носить боевые слоты, хотя бы пинт-сорт, типа неиземелье же его давать, у него реально есть более профитные вещи. Нападение на Эмбера, Эмбера подцепляют и даже нет, но отличнейший под сейфы, БКБ от ФН, ФН, возможно просто будет выжить, да, реально, ФН уходит. Луна почти убил что-то, где он просто ее же иллюзиями, очень плотно наваливает, и вот он, Свен, Сильвера, здорово, саппорт, ку-ку. Его, правда, Глимсанули, Дезераптор благодаря этому, возможно, уйдет, но Свен преследует его до конца, Глиммер Кейп, Бигнум, понимает, что он где-то здесь находится и знает, знает, где он, сейчас просто ждет блинка. Эмбер доедет. Отлично, забирают одного второго, 6 тысяч за ними, у Свена после этого замеса не был потрачен даже ГДС, и... а вот Луна прожимала БКБ, и то есть БКБ уже остается 6 секунд, все, у Свена сколько? у Свена 7 секунд, прибыль, и он собирает себя шаттл демон, он и на это после линзы собрал Глиммер Кейп, Марс... Нормальный, нормальный сладкий, да, потихоньку просто забирают для выживания, что-то, постоянно ищет, кого бы еще подрезать, просто там, мотается у него все отлично с мобильностью, и до 2 Рошана осталось потенциально 30 секунд, так же, команда, пора задуматься над тем, а куда мы пойдем, а что мы будем делать, и порачить, что придумать в Бэхолме, потому что ему 1 Бэхолл Квиш мало, да, почти собрал второй, а потом, если что надо, еще и Оганим где-то купить, потому что 2 Бэхоллов тоже может не хватить, а 5% урон в секунду, то есть 8 секунд, 40% он просто съест вот с нулевой. Но где же денег взять? Не смогли пока они уформить, а на самом деле, да, ты такой герой, может, и помнишь, раньше вообще там, в Лея забрали, и него, ну, потому что просто идешь, просто фармишь, вообще не паришься, и вот такой персонаж отстает, но очень сильно воюет там с земелью с заботом Корслоты. Да, по Вану Творцу, конечно, в близне, ну, во-первых, его здесь убивали очень много, изначально линия была не такая хорошая, ну, хотя, в принципе, на линии он неплохо фармил, просто там потом пришел ФН пару раз, так у нас поставили арену, он так круто заманцевал от этой арены, и просто вошел в СВН, который там просто чилил в лесу, ждал, пока у него это холдавница обилки, не обилки, слоты там, чтобы я туда забежал. Тезераптор это не критично, СР2 Тавер, конечно, неприятно, это больше и больше пространства подготовить, подготавливать на себе этим Юник под Рошана. Ну да, в топ вообще никто будет и парить, если там будет ванпост, прийти, забрать, если подсветиться на нем, это вообще не очень удобно для Фантастик 5. Так, и жду по коэффициентам, 1.22 на Team Юник и 3.99 на Фантастик 5 от нашего партнера Гагабет. Ноль веры, да, уже осталось? Ну, что-то в таком духе после предыдущих замесов, где у Суэна, даже какие замесы, даже предыдущие фраги, все, которые у нас проходили, в последнее, даже ГДС не стоило подрубать, потому что все настолько хорошо. 7000 за ними и... здесь золи у Марса и готов рефрешер. Но... Рефрешер готов под Рошана 30 секунд и смакуются. Вот, либо сейчас, либо можно ливать. Очень вероятно, что так и будет. Я, наверное, даже открою байбеки для того, чтобы было яснее, насколько будет ситуация у Фантастик 5 провальная. Очень важно в этот Блэкхол не попасть, он не на это. Даже Свен себе может позволить попасть в Блэкхол, потому что убивать его реально очень сложно, у него 3300 хп, но тут дабл дэмэдж у Дуны. Им очень важно кого-то подцепить. И наоборот, жительник нужно подождать, пока спадет дабл дэмэдж. Но они прожимают смок и сами готовятся выходить. Куда они пойдут, вот в чем вопрос. Они понимают, где находится оппонент. Я думаю, и Фантастик понимает, что ШД не просто так оставалось смока. Свен под Сильвером. И 300 у него подходили Грейсон. Здоровье, очень много ставств резистанса, но опять же, они в целом плевать на ставств резистанс. И вот сейчас встреча будет, смог на смог, и да начнется драка. ГТС, и просто Энигма все-таки успевает дать свой Блэкхол, но будет ли контроль? Нет, не будет. Энигма пытается отойти, и Свен ее разрубил, когда Энигма прошала, на рефрешер, а Байбэк это и нет. Дезраптор также отправляется в таверну, ну и теперь нужно что-то поделать с Луной, которая развлекается с Эмбером, Эмбера скорее всего должны забрать, но подрубает ветра. Нет, все-таки Эмбера забирают свое, дерется, а Луна вносит очень много урона, и имеется Сильвер, она отходит, Шоттудемон, спрятали Луну, Шоттудемон получает стан, вкатывается Эрспирит, забирают, что у демона, это минус 3, просто Эрспирит делает трипл килл, и... Эрспирит красавчина была сделана куча Байбеков, да, и Байбеков, что за Дем это он после Байбек уже умер, и Рошан может достаться Фантастик Пайп, то есть даже без второго Блокхолла Луна просто смогла перебить Сленов. В чем очень интересный, что он реально без этой, без одной тычки, почти убил Энигмы, я просто прыгнул под сплэш, надо было такому случиться, ну что, Шарт, кому даем, кому здесь нужен шар, я бы не имя отдавал, я бы тоже Энигме отдала, есть контакт, все, то есть вот он важность, ты купил, осталось купить и гоним, покупаешь и гоним, ты выиграл, но видишь, он хочет кастовать, и поэтому делает и он, что у нас здесь, ну вы кто где-то все-таки выиграли у нас от убит в Фантастик Пайп, мало того, что они битву выиграли, так они еще и Рошана забрали, но для того, чтобы выиграть войну, здесь еще нужно постараться, от преимущества теми Эник не осталось и Блова Солли, да, это вот тысяча золота, и после такой крутой драки, это тоже такой плюс, который нужно учитывать, все-таки Расперит, он не фармит так же быстро, даже как Эмбер, или там Луна, и Свен, и там подобное, да, но он забрал очень много фрагов и привозит себе Аганим. То есть, после такой вот хорошего, хорошего пайса. Это, кстати, неплохой подсейв. Забавно, Блэк Холл есть, а у него аэрофрешер уже вот скоро откатится. Не настолько все плохо. Марс. притаился в лесу. Рубик приобретает себе Блинк. То есть, мобильность у Рубика становится в разы выше. Аганим замечательно, Линза тоже, но теперь мобильность тоже присутствует. У Дезраптора имеется гем, и Дезраптор после Глимер Кейпа планирует выход в Аганим. Мом. Я сейчас не знаю. нижнюю башню сил света атакует. Нижняя башня сил света разрушена. Верхнюю башню света. Как они драться-то будут у Луны? Эгис еще долго нападение на Омника пошло. Сайленс. Много урона земелья, конечно, носят. И, да, Омника доели. Омника доели. Эмпер пытается заниматься сплитом. Шоттл демона. Приходится находиться на боте, потому что там Луна пушила неплохо. Бот, и, соответственно, крипы уже идут. И Марс БКБ будут прожимать. То есть, Омник в таверне Марса развели на БКБ из плюсов только для теменника Эмперспирит, который заставляет присматриваться к тому, что творится на топе. Луна приобретает себе сатаник и ее становится еще сложнее убить. Но как-то надо будет это делать, потому что, опять же, до конца Эгис там две минуты осталось. Их можно перетерпеть, потому что база еще стоит, что-то там туда, что-то там сюда, крипов как-то там варватскими темерспиритом убить. И потом надо будет зайти при живой Эниггме и это сделать. Причем у Эниггмы и ниндзя гир, то есть она постоянно будет в смоках в файте, и потом таймлис рели, который увеличивает это все, что у нее есть. Да, перекладывают близи слоты, очень круто. Вот смотрят на статистику Энигмы 0.69, но на самом деле близи уже неплохо по импакту внес. Один его замес, вот один его Блэкхолл, дал как раз шанс команде. А второе какое-то время покаятили Свена, пока убивали Эмберспирита, благодаря тому, что изначально Свена него да, потом в итоге убил, но тем не менее. Айон диск для Энигмы. И в смоках находятся у нас Team Unique FN Очень хочется тебе 25-й даже вот книжку сейчас нужно принести. Купил. 25-й много дает. Чуть что нельзя то есть два раза фисты можно прокинуть условно например чем-то может взять еще может ремонт возьмется сгоним 5 ремонтов прикольно когда они быстро рез лица никого не могут найти сейчас покажется на линии и будут знать где находятся оппоненты правда омник они решили все все растопаши степанова нафиг зачем драться там 15 секунд до конца эгиса абсолютно правильное решение они понимают что уже вряд ли здесь кто-то остался проверить можно конечно но шанс действительно небольшой вообще в целом они могли бы даже хотя бы как-то пытаться немножко хайграунд побить так и вичбейн у нас у луны вот это как раз новый слот который применяет развеяние на всех врагов и союзников в области с радиусом 300 допустим допустим дожили давай думать как выходить как найти луну как найти нему вот хороший вопрос чем они не только найти адача и он диск как-то сбить как-то снять у них есть шедер шедер это их спасение то есть надо кинуть ультимейт на инигму обязательно и зафокусить ее я только такой вариант придумал опять же смотрим байбеки у них байбека нет убиваем онигму пытаясь потом как-то бить всех остальных так что-то демон вышел из смоков спрятали луну распилит вкатывается гдс прожимает свены нападение на луну но врывается у нас инигма и пошел тот самый black hole вартен agile отомни night а будет ли второй black hole и да он будет шаттл демона пока разменяли на рубика погибает муар смарт байбек это забирает свена у свена также есть байбек но очень много демеджа от луны и трипл килл для дрима замес выигран фантастик файв причем легчайший замес потому что ты рефрешишь не только black hole но и бкб но и айон диск и вообще ничего не сделать она просто стоит она просто бессмертная посмотреть по урону больше чем 6000 практически 7000 выдала луна только 2000 смог нанести свен этого явно недостаточно и самое неприятное в этой ситуации что свену даже не особо смысл есть байбек отца пока у него пока мистер он дадут сторону отойти просто что допустим сломали сторону фантастиков отошли но они же свои цифры видят то есть они такие окей и 100 секунд до бкб было рефреша просто халдимся где-нибудь выходим повторяем а что делать то есть цена показала несостоятельность файти это 80 секунд встречи я просто вот эта мощная луна просто но это явно неприятно так у нас забирает луну еще это в румиде пока пытается распить развлекать марса выводит на себя чтобы луна спокойно разбиралась со второй стороной 20 секунд до свена и знаешь такая двоякая ситуация по поводу байбай так у нас пытается пригвоздить луну луна просто пытается уйти прожимает бкб у нее сатаник в кулдау еще буквально пару секунд сейчас на сразу отступить и из-за этого неужели еще и получится хотя бы чуть-чуть отхиляться как-нибудь подсейвить так пригвоздил все-таки да байбэк есть вроде жить будет команда но перенаглели то есть они зашли гарантированно сломали сторону отойти дождаться обилок пойти гарантированно сломать вторую и так далее то есть им реально не нужно было наглеть торопиться это небольшой шанс потому что сейчас вдруг куда-то там полезут кого-то еще догонит вот рубец и до потенциального мучить поймать блин слушай это вообще идеально за счет шорда он просто выкинул себя подальше его не смогли доесть из-за этого но я про то что сейчас допустим куда-то юники пойдут что-то начнем делать луни приз выкупиться там вдруг ты сможешь вкусить рошан минута 44 то есть луна не потратит байбэк и тут вот знаешь такая двоякая ситуация свен не очень хотел байбэкаться но с другой стороны у него сейчас байбэк остался а у унигмы откатятся все блэкхоллы если опять получится протяжать свен на такое же количество времени сейчас там скажем так если бы он байбэкался не было бы блэкхоллов унигмы урон у него все равно присутствует да конечно не столько с гдс кстати решение собрать рефрешера мне на нем очень нравится мне кажется это не то решение потому что какая разница здесь рефрешера или нет если просто умираешь за контроль ну неважно сколько ты хп и всего прочего ты просто стоишь и ничего не можешь делать в теории могла бы такая ситуация почему он не байбэкался он отдал сторону ему все было в кулдауне с рефрешером даже пусть они все дадут свена они его убьют и с рефрешером будет использована два блэкхола он выкупится он прожмет рефрешер и с гдс опять всех сможет убить сам то есть возможно давайте рассмотреть потому что рошан 35 секунд команда уже к нему готова в самоке забегает у нас джеймс доедают вражеские ворды гем у кого гем у рубика причем их гем не забрали вот здесь ребята из юник не смогли в одном из файтов в итоге сейчас сами из этого весь вижен свой теряют эмбер 25 из-за действительно восстановления зарядов ремонтов чтобы быстро летать и 10 секунд и так мы знаем что же будет в третьем решении и по коэффициентам от нашего партнера ггбет 1.96 на 7 юник и 179 на фантастик файв вот такие вот кэфы смотри аганим у нас рошан третий имеет я бы тоже давал энигме потому что если у них получится его забрать то усиление вот этих мощных двухлых холлов это то что им надо все у него в смоке остались реликом в максимально мощном кондиции просто готовиться принимать файт если он под а у нас спокойно знаешь что есть такой протект забирает рошана и надо ворваться надо воровать хотя бы пытаться то есть если вы отдаете то третий ворвается марс ставится арена луна пока ничего не прожимает эберспирит прилетает в двух саппортов в двух саппортов связывает саппортов ставится у нас статик штор ворвался и все украл неужели свен забирает и агоним и сыр но тут black hole омни night guardian angel пригвоздили марса подкил от омника глимер кейп на свене шадоу демон прячет нас луну луну опять же пригвоздили ну луна своими иллюзиями тут очень неприятно делает шадоу демона нужно за это наказывать что демона должны убить свен встречает аэрспирита аэрспирит понимает слишком плотный его просто нужно отбрасывать замедление по марсу работает аэрспирит идет дальше рядом находится дизраптор ставится клетка эмбер связал пытается как-то отзонить врытает с марс и подходит уже луна и еще один black hole просто гениальнейший если получится хотя бы кого-то зафокусить но тут идеальнейший подсейв и свен готов драться на развороте но очень большое количество контроля выбивает аэгис дизраптор погибает байбека у него нет сейчас резница свен свен уже использовал а у него еще имеется сыр конечно урона очень много сыр он съел на молотке пытается улететь на крипа прожимает сильвер распирит катывается уходит на блинке и вроде бы спасается бегством луна жива но пойдут ли они за третьей стороной вот в чем вопрос можно в трон пойти противник все отдал очень много крипов очень много крипов гдс 30 секунд тулдауна он не купил себе рожешем эмбер врывается на трех героев наносит просто колоссальное количество демеджа и убивает двоих преследует эр спирита фн просто пока соло тащит свою команду и дефает свой трон и реально наносит очень много урона посмотрите он сейчас реально убьет еще и эр спирита пока убивают трех героев то есть пока реально эмбер дерется против троих героев в это время команда убивала луну и минус 5 все преимущество опять отнимают тим юнику фантастик 5 просто нереальные какие-то замесы шикарная на самом деле игра одно удалось это комментировать огромное количество крутейших подсейвов как же жил свен как же свен красиво ушел с помощью молотка на крипа это реально в какой-то момент я подумала что ну теперь уж точно его никто не отпустит хп уменьшалось просто в огромной прогрессии гисы и там да сыр и эмбер покупает себе рефреш и шарты теперь представь да вот то же самое но x2 живет гдс начать ломать сторону прожимают клифф ну с вами это вероятно сильно остановит сану короче быстро их трон не вангб хочет просто сломать сторону но следующий рошана и ждать тоже не все руки то есть вот был идеальный таймер когда нету и него ничего как сломал в сторону и решил просто отойти как же круто произошло вот на самом деле казалось бы тут даже не в мелочах дело свэн украл именно аганим и благодаря этому аганиму он смог отпрыгнуть на крипа то есть это столько всего произошло именно так как нужно было чтобы выжил в итоге свэн и у него сейчас 10 тысяч на руках это клуб пайката да нет это пайката по проиграть имея 10 в руках не купив слоты там я не помню там у нас два клуба есть один это имя 10 тысяч и выиграть а второй этого 10 пайката проиграть ну в любом случае у него до сих пор золото просто много день данный шин купил запчасти рефреша купил себе шарт нет курьера живого поэтому пойдет ножками и к сожалению возможно придется просто купить новый рефрешер рецепт либо сидеть и ждать будет ждать курьера две минуты я бы вместе купил реально много денег знаешь много много но все-таки так тоже тратить их не очень хочется условно если ты можешь себе еще позволить купить муншар какой-то наверное хорошая тема если он купит ему блин надо градонуть ему надо шар ему ставлю пора менять на что это более концептуально крепко и мощное условно кираса на самом деле я думаю не кираса тут такое чувство что есть резон просто что раз кубахнуть или или были было торн очень красиво было нет не знаю что-нибудь пускай да ему не нужна типа команда чтобы убивать сам сильный просто берешь все на себя то есть мальшар от себя бустишь кираса бустишь себя не так сильно как с какого-то другого слота поэтому непонятно хочет на это брать или нет и смакуются видят как земель своровал ддм либо за ним поехать они не решились прямо сразу но вот сейчас вот сейчас вот сейчас врубаются именно на арспирита ставится арена от марса аспирита нужно забирать black hole от энигвы и опять подсып арспириту неужели он еще будет жить сайлент второй black hole нужно забирать апэна эфан погибает без байбэка врезается марса петуша рстадает даблкил для дээра байбэк от марса очень много урона по рубику хотя бы рубика нужно забрать справляется с этим свен сразу байбай катор спирита байбай со стороны марса трипл килл со стороны луны и цепляют еще свена свен у него имеется север если какой-то вижен этого свена судя по всему нет но и энигма опять же без вижена просто улетает отсюда свена немножко не угадывает у нас энигма слишком долго все это происходило там кулдаун долгий был он бы раньше сломал лес но не мог все налетел там 3 секунды еще оставалось в итоге покупились разбежались ждем кулдаунов но в минусе определенные я думаю сейчас для себя ребята из фантасти файф находится потому что был холлов нет а свен есть но свена нет ультимейта но смотри резца курьер прямо сейчас и у него есть ультимейт есть бкб и все остальное и он переизал и выкинул на базе рефрешер тем самым командор не знает что он здесь и готов и вот он вырывается жмёт свои клавиши луна в таверне дизраптор уходит с помощью глимер кейп равно инвиз равно неуязвимость преследует и него который будет блин через секунду а и он срабатывает бкб так же есть блин делается и телепорт ну очень много урона у свена просто да конечно здесь мне кажется они могли бы хотя бы дождаться там буквально я смотрела 15-20 секунд у дизраптора статика кулдаун то есть они хотя бы какие-то кнопки могли иметь и там посмотрим 20 секунд до блэкхола 20 секунд до дизраптора они конечно думали что он у гдс кулдауне они захотят драться отдадут третью сторону хотя мне кажется эта третья сторона она явно не стоила того то есть могли подождать то есть даже сейчас до рефрешера 10 секунд сколько они в таверне сидят пришел у меня опять было 10 тысяч купил нудшард следующим слотом будет грани блинг чтобы давать еще больше урона и выбрал себя мкб как один из слотов то есть тоже хороший артефакт учитывая то что он знаешь что там есть бабочки до подачи здорово аганим на шдм все но новая эпоха для данного героя опять же дожила 25-го два дизрапшна и теперь можно двух тиммейтов прятать ну или одного-два раза нападение на свена омни-найт гвардиан-энджел статик шторм стоит и свен погибает два байбека нужно собрать кого-то еще должны находить омни-найта омни-найт и сейчас распирит его будет находить и очевидно что омника тоже никуда не отпустит двух героев забрали что по Рошану до Рошана примерно 20 секунд то есть очень важный байбек был потрачен и теперь на такой же важный байбек нужно разводить свена потому что нужно разводить идти до куда-то в трон я не знаю что омника байбека нет по времени то есть он точно не вернется но видишь они сказали что божать Рошана и сказали что все просто зарез если не повезет с таймером даже не знаю на самом деле как в такой ситуации с одной стороны у них-то теперь два блэкхола имеется есть за что убивать свена а самое важное что Рубик с Вараболга у них еще такая штука есть и он тут точно он к тем этим пролетит надо лететь надо драться учитывая все у них все есть но очень увезет шедет то есть его два диссерапшен и три ультимейт и вот он сейчас луну будет заставлять прижимать какие-то клавиши там тот же сатане там еще что-нибудь они приятные эмбер тоже наносят достаточное количество урона ну и вот они постоянные так поцепили у нас как раз шару демон поставили неплохую в принципе клетку но блэкхол блэкхол и засасывают свена свен погибает после байбэка не успев нажать прожать вообще ничего второй блэкхол похоронный это минус четыре один лишь эмбер спирит жив и то непонятно насколько гуд гейм великолепная игра и тут и тут стоит должное отдать близи который на энигме именно исполнил так что приятно было наблюдать я понимаю что линия у энигг не всегда может быть настолько хорошая мы видели что пару раз его приходили убивали и были определенные проблемы но он собрал те слоты которые нужны его команде то есть вот реально то что в принципе хотелось бы увидеть там понятные были слоты он смог просто не дожить команда дала время и потом типа холод зарешали в паре драк но было близко согласись у них тоже давали жару 30-го левела свен с кучей слотов миллионом денег мы с тобой слушали как в воду глядели говорили про ну марс там 25-й ну до этого еще далеко реально марс там 26-й он взял эту арену и все у них было но вот не получилось зажать клавиш так чтобы твоя команда выживала ну видишь плохо вот выбежали сейчас то есть свен умер байбэк потратить пришлось хотя если бы у него был сейчас байбэк допустим вот в этом файте его убили он бы выкупился как бы а Блохола уже нет и можно было бы воевать Омник то что погиб то что ГАА отдал то есть много сралялось не в их пользу именно в последние 30 секунд ну потому и выигрывает сильнейший но график конечно мое почтение удовольствие смотреть там даже дота в импровобили вообще не понимала игра была честно прям за сегодня это определенно лучшая игра да вообще очень прям рада была бы выбирать знаешь после какого-то крутого турнира с крутыми командами ну мы же ну здесь будет послабее а посмотрите как какую игру демонстрируют команды реально очень много экшена я хочу тебе задать вопрос по поводу этой игры последний пик если не ошибаюсь был Эмбера да у нас вот для я сразу же говорил нужен контроль БКБ вот я как раз про это и хотела сказать и вот варианты которые я для себя вижу это какой-нибудь БТ-адрес если он не был в бане какой-нибудь бестмастер который если не был в бане можно было придумать какого-нибудь героя чисто на полу под фан это допустим нагу сирену которая просто давала бы команде тот самый под сейв да во время был холлов берешь шарт и 5% вырежешь как бы здорово то есть очень тяжело убивать то есть что-то можно было придумать я думаю что что-то нужно было придумывать и ни того ни другого сделано не было и этот Эмбер делал крутые вещи но недостаточно ну то есть реально как для Эмберспирита он и правда отыграл очень здорово если бы смотреть там паблик он нес очень много урона я вам показывала как фан убивал троих но в итоге как пика возможно вот в лете немножко не хватило какого-то контроля я уже говорила там про Дума Митя привел другие для вас варианты я не знаю там куда-нибудь как-то поставить я например реально очень нравился Думу Думу отлично да просто опять же я говорю тренд потом понимаешь кого куда ставить то есть по той же причине Магнус но он тоже плохо работает потому что прям под себя кастуешь и он тебе тяжело сбивает надо там близко подойти и так далее либо придумать какого-то героя который как-нибудь там бы собрал какую-нибудь тектарин линзы там хотя бы один из этих предметов и с кем Тебесом бы обрывался ну то есть что-нибудь хотя бы пытаться сделать потому что у них реально то есть была возможность на этом сегодня любые слоты купить но он не купил ничего чтобы вот побороть эту проблему мы с Митей уходим в небольшую музыкальную паузу не переключайтесь будем ждать вторую карту но сложно конечно будет переплюнуть первую но мы будем надеяться музыкальная пауза